Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал Омаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что поскольку сегодня понедельник, я проведу традиционный вебинар, правильный понедельник. Тему этого вебинара предлагаю определить вам в нашем телеграм канале. После записи этого брифинга мы запустим голосование. Будет несколько тем, топиков, которые касаются совершенно разных финансовых инструментов. Я думаю то, что вы точно найдете то, что интересно прежде всего. Та тема, которая наберет больше всего ваших голосов, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Ну что, эта неделя обещает быть очень крутой, жаркой на фундаментальные события. Прям очень значимые релизы, которые точно повлияют и на евро, и на доллар, и еще на несколько инструментов, за которыми мы следим, и которые находятся в нашем портфеле. В частности, сегодня ждем буквально в переходе торговой сессии понедельника на вторник токийские данные по инфляции в Японии в 23.30 по GMT. Этот показатель уже февральский, и отчасти многие, я думаю, вы согласитесь, если следите за фундаментальным фоном, многие отмечают то, что этот релиз является своего рода прелюдией перед выходом официальных, общенациональных данных по инфляции. Показатели инфляции в Японии нас очень интересуют, потому что та политику, которую отстаивает Банк Японии, она напрямую зависит от инфляции. И мы все еще сторонники того, что Банк Японии будет откладывать смену текущего вектора денежно-кредитной политики, не будет торопиться, точнее, с уводом процентной ставки выше нулевой планки, и это, по крайней мере, в текущих условиях будет позволять нам сохранять короткие позиции по японской иене. Во вторник нас ожидает отчет АСМ в сфере услуг США. Я думаю, что после пятничной реакции рынка на данные по АСМ производственного сектора, нужно просто понимать, что реакция на АСМ в сфере услуг может быть даже еще более интересной, учитывая то, что в сфере услуг это больше 65% вклада в темп экономического роста американской экономики. В среду отчет ADP, который является петицией перед выходом официальных данных по Non-Farm Perls, мы их ожидаем уже в эту пятницу. Также в среду состоит заседание Банка Канады, решение по ключевой процентной ставке и пресс-конференция руководства канадского регулятора. И в среду же состоится выступление главы американского регулятора Джерома Паула. Как давно мы ждем выступления, в этот раз он будет отчитываться в Конгрессе. Но, разумеется, этот человек отчитывается только лишь за денежную политику, которая проводится в США, а нас она интересует в первоочередном порядке. Потому что те решения, которые будут приниматься дальше Федрезервом, конечно же, будут соотноситься с изменением ключевой процентной ставки, будут оказывать самое прямое влияние на доллар. А доллар уже влияет на глобальное рыночное настроение и, соответственно, на динамику рисковых инструментов. Кстати, выступление Паула в Конгрессе двухдневное, то есть в среду и четверг, поэтому скучать не придется и в четверг. Помимо того, что в четверг снова выступит Паула, состоится еще заседание Европейского Центрального Банка. Очень важно, что это заседание буквально по горячим следам после выхода данных по инфляции в еврозоне, где мы получили очевидное свидетельство того, что инфляция продолжает снижаться. И я много раз уже подводил вас к тому, что на фоне очевидного, сохраняющегося, нисходящего тренда по индексу потребительских цен, европейский регулятор должен сейчас больше думать о стабильности именно экономического роста и восстановления. Поэтому я очень рассчитываю на то, что Лагарда даст сигнал на смягчение экономической политики. Но здесь, опять же, напоминаю, что нужно выбрать что-то одно. Либо вы делаете максимальную ставку на движение определенной развития событий по доллару, либо по паре евро-доллара, потому что корреляция между этими активами очень высокая. Ну и в пятницу закрытие тоже обещают очень интересно, потому что в пятницу выйдут данные по Non-Farm Perils, это официальный отчет по американскому рынку труда. Было бы совсем идеально, если бы сначала у нас была возможность проанализировать февральские данные по американскому рынку труда, потом выслушать Паула. Ну, думаю, что Пау уже владеет информацией побольше, чем мы, и имеет представление о том, что происходит с рынком труда, поэтому, наверное, все, что самое интересное, он все-таки озвучит в Конгрессе. Теперь давайте вкратце подробнее поговорим на вебинаре, для того, чтобы просто понимать, с чего мы начинаем эту неделю, к чему готовимся и что дальше ожидать. Индекс доллара, текущие котировки 103.80. Консолидируемся вблизи 104 пунктов уже три недели подряд. И напомню, что с прошлой недели в качестве важных индикаторов сохраняющихся инфляционных рисков тянется показатель PCI, индекс расходов на личное потребление. Мы его детально анализировали, и сам факт роста показателя на 0,4% позволил нам говорить о том, что у Федрезерва появился еще один аргумент, чтобы отложить вот это первое решение по смягчению национальной денежно-кредитной политики. Если мы сейчас, опять же, посмотрим на инструмент FedWatch Tool, который оценивает вероятность изменения ключевой процентной ставки, то в целом особо ничего не изменилось даже после выхода отчета ISM производственного сектора. Март мы уже не берем в расчет, там понятно, что ставку не снизят. В мае вероятность снижения ставки 26%, а в июне 53%. И по поводу релиза ISM производственного сектора, где было зафиксировано резкое снижение со 49,1% до 47,8%. Кстати, этот отчет многие эксперты почему-то называют основным драйвером значительного роста золота, который мы наблюдали, потому что раз снизился индекс ISM производственного сектора, значит, американский регулятор снова может подумать, а не грозит ли экономике экономический спад, может быть даже рецессия, жесткая посадка. И это все может подвести к более раннему решению о снижении процентной ставки. Меня эта логика абсолютно не устраивает, потому что при всем уважении к отчету ISM он никак не тянет на то, чтобы повлиять на решение американского регулятора, касающийся монетарной политики. Поэтому в целом очень трудно объяснить такую восходящую динамику по золоту, как мы видели. Может быть, это связано с реакцией на какое-то спекулятивное действие, либо настрой рынка, агрессивные ордера, действия хедж-фондов. Но фундаментальный фонд точно, друзья, не изменился. Вернемся к доллару. Поскольку картина остается прежней и руководство американского регулятора, да и статистика, которую мы разбираем. Пока подводит нас к тому, что есть еще 2-3 заседания, которые нас ожидают, где ставка меняться не будет, я сохраняю длинные позиции. Что касается, собственно, золота, 2080 долларов за тройскую унцию. Сейчас кто-то скажет, что рост золота – это следствие обвала доходности американских облигаций. Я здесь тоже не соглашусь, потому что 10-летний трежерис были на отметке 4,2% в начале и прошлой недели. Тем не менее, золото не котировалось так высоко. Да, сделка пошла не так, как мы предполагали. Золото, опять же, обновило новые локальные максимумы. Я принял решение еще в пятницу, опять же, выйти, к сожалению, по стоп-лоссу. Ну что, что поделать. Иногда реакция рынка может оказаться крайне чрезмерной и неожиданной. Евро-доллар 1,0843. Данные по инфляции в пятницу по еврозоне. Снижение показателя с 2,8% до 2,6%. Базовая инфляция тоже снизилась с 3,3% до 3,1%. Ждем заседания Европейского центрального банка и намек на более ранние сроки снижения ключевой процентной ставки. Доллар канадец 1,3570. Очень сильно разочаровал отчет PMI производственного сектора. Канады 49,7%. Показатели остаются в зоне спада уже несколько месяцев подряд. На этой неделе решение Банка Канады и данные по канадскому рынку труда. Решение Банка Канады из-за замедления темпов, значительного замедления темпов экономического роста. Я жду также мягкой риторики канадского регулятора. Поэтому рекомендую по паре доллар-канадец сохранять длинные позиции. Доллар иена 150.26. В центре внимания трейдеров остаются весенние переговоры по зарплатам между профсоюзами и бизнесом. Это еще не скоро. Несколько недель придется подождать. А пока сегодня ждем данные по индексу потребительских цен токийского региона. Чем дольше и чем больше мы будем получать признаков того, что инфляция не растет активно и точно в ближайшее время не стабилизируется в районе 2%, тем больше у нас будет условий дальше шортить японскую валюту. Американский фондовый рынок. Новые максимумы 5 140 пунктов, несмотря даже на выход слабого отчета ISM производственного сектора. То есть индекс S&P может быть еще доказательством того, что глобальный рыночный сантимент вообще не изменился. И ждем, соответственно, дальнейшего роста. Биткоин уже снова 63 500. Те, друзья, кто держит длинные позиции, да, скорее всего, путь наименьшего сопротивления сейчас вверх, учитывая то, что центральной темой остается предстоящий халвинг, сокращение премии для майнеров вдвое с 6,2 биткоинов за блок добытых биткоинов до 3,1. Это что будет означать? Это будет означать, что вырастут, снизится доход майнеров и повысятся издержки добычи одного биткоина. Скорее всего, с 26 тысяч до 50. И есть теория, что 50 тысяч в этом случае будет минимальной ценой, сколько может и будет стоить биткоин. То есть ниже этой цены, ниже этого уровня. Ну, вряд ли в ближайшее время стоит ожидать то, что цена уйдет. И, соответственно, на перспективу, на долгосрок, возможно, друзья, даже несмотря на состоявшийся рост, у этого инструмент открывается колоссальный потенциал для продолжения бычей динамики. И уже многие говорят, что 100 тысяч – это цель, которая более чем реалистична. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!